Приветствую, ребята! Я только что звонил в Беларусьбанк, в руководство. Оказывается, высшее руководство самого крупного банка государственного Беларуси не знает о том, что в 2,5-километровой зоне от санитарно-защитной зоны аккумуляторного завода не... то есть, что там строится завод, вы представляете? И это тщательно скрывается. И скрывается, знаете кем? Руководителем на месте, директором, который находится в этом санатории, Солнечный. Я вчера туда ездил, я вчера с ним разговаривал. Он отказался от каких-либо объяснений. Он сказал, записал мою фамилию, паспортные данные и так далее. Я ему говорю, ну вы как-то можете прокомментировать? У вас в 3-километровой зоне и 2,5 километра. Я хотел ему скриншот показать. Он говорит, я не могу ничего говорить, звоните в Минск. Естественно, я воспользовался его советом. Мне даже в голову такое не пришло, за что ему спасибо. Кстати, я оказался свидетелем конфликтной ситуации, которая у него произошла прямо на моих глазах с отдыхающими. Ситуация, в которой он был неправ. Эта ситуация записана, за которую он может лишиться работы. Я пока ее не буду опубликовать, потому что, ну мало ли, может говорят, что человек хороший и так далее. Но, если понадобится, наш разговор тоже был очень конфликтным. Он, этот человек совершил преступление. Он не сообщил на стадии строительства аккумуляторного завода, что у них под боком строится. Его задача должна была быть, он должен был сообщить руководству, и руководству должно быть какие-то рычаги воздействия, потому что все-таки там не гектары земли. Сейчас там строится, там один бассейн есть, еще один бассейн строится. Там рядышком находится дом-интернат престарелых, очень большой. Там все-таки речка, устье реки, там дома. Но то, что еще с советского времени этот санаторий пользуется хорошей славой, я действительно там отдыхал, много очень приезжает со всего мира, даже с США, с Венгрией разговаривал с охраной, отдельно ставлю видео. А сейчас я хочу, чтобы вы послушали диктофонную запись, которая буквально 15 минут состоялась. Я думаю, вам будет интересно. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ракала Вячеслав, я из города Бреста. Скажите, с кем я разговариваю? Оксана Викторовна Томашевича, суд развития, слушал. Скажите, мне дали ваш номер телефона, вы отвечаете за санаторий. Это правда? Да, да, да. Скажите, я хотел просто спросить, вы в курсе информации? Мне просто, я был вчера на санаторий Бресте, который находится в Бресте, ну, вернее, возле Бреста, ой, не Бресте, а Солнечный. Вот, руководитель сказал, что они имеют полномочий обращаться в Минск. В каком смысле? Ну, не имея... А что там случилось? Ну, во-первых, там была конфликтная ситуация, я как бы не хотел бы про нее говорить, но если понадобится, я как бы ее озвучу, потому что человек может работать и лишиться. Поэтому, пока мы до этого подождем. Скажите, пожалуйста, вам руководитель этого санатория сообщал о том, что в трехкилометровой зоне планируется, ну, когда только началось вестись, строительство аккумуляторного завода с мощностью 2 миллиона аккумуляторов в год. Самое вредное производство в Беларуси. Нет, такого не говорилось. Никто вам не сообщал. Дело в том, что сейчас идут пусконаладочные работы. Я бы обратил ваше внимание, просто, может быть, как-то руководство повлияло. Но есть хорошая новость. Вчера руководство Бреста приняло решение о приостановке завода, потому что нормы выброса, которые были заявлены, они не соответствуют уже в стадии пусконаладки. Это китайский завод, китайские инвестиции. Ну, еще раз повторяюсь, 2 миллиона аккумуляторов – это просто катастрофа до Бреста. От санитарно-защитной зоны, которую определили в свободной экономической зоне, 500 метров. Хотя там… От нас, да? Да. От нас в санаторе. Нет, 500 метров санитарно-защитная зона определили. По факту должна быть, потому что там литейное производство должно быть 1 километр. От вашего расстояния 2,5 тысячи метров. Угу. Не важно. 2,5 тысячи метров. Я хотел бы просто вас проинформировать, потому что, ну, я вообще не понимаю, почему в стадии строительства они проинформировали. Все-таки там отдыхающие, я разговаривал с охраной, там со всего мира приезжают. И в Янгрии, я вам говорил, и США даже, и Германии. Очень много России сейчас там строят второй этот бассейн. То есть я сам когда-то отдыхал в этом санатории. Очень хороший, очень классный. В нашем спутнике, вы имейте в виду. В какой санатории вы говорите? Солнечный, солнечный. Ой, солнечный, да, да, да. Вы представляете, если вы мне не верите, я говорю, Ракалович, Вячеслав Павлович меня зовут, я видеоблогер, 2,5 тысячи метров. Если вы хотите, я вам могу прислать скриншот с карты. Ну, не надо, мы сейчас тут узнаем все у директора. Хорошо, спасибо большое за информацию. Будем узнавать, что и как. Спасибо. Да, просто вы имеете рычаги воздействия, все-таки это такая крупная организация. И не хотелось бы, чтобы, потому что брещане бьют тревогу. Но я вас могу заверить, что как бы все, слава богу, сейчас вот в среду состоится с губернатором и социативной группой. Сейчас власти настроены очень категорично. Потому что перестали пугать продукцию. Там же и тепличный комбинат, 5,5 километров. А вы посмотрите по картам, просто сообщите председателю Национального банка, может быть, министру экономики. Спасибо большое за информацию. Мы проверим данную информацию, будем думать, что делать. Спасибо большое. Всего доброго. Хорошего дня. До свидания. Остается надеяться, что действительно они проверят эту информацию. Это действительно правдивая информация. Вы можете сами посмотреть по картам. У меня просто недоумение, почему граждане Бреста должны это сообщать. Директор на стадии строительства мог бы это предотвратить. Просто сообщил Минск. Это его прямая обязанность. Чем он там занимается? Неизвестно. Ребята, в ближайшее время я опубликую одни очень интересные документы. Поэтому следите за каналом. Впереди еще много чего интересного. Всем пока.